МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Чарли простой и добрый парень, который мечтает жить обычной жизнью, иметь семью, иметь друзей. Поэтому он соглашается стать участником эксперимента по повышению уровня интеллекта. Это его шанс, это его надежда на нормальную жизнь. До операции он подвергается многочисленным тестам, решает непосильные задачи, проходит лабиринты на перегонке с Элджерноном. Элджернон – это лабораторный мышь, первое живое существо с положительным результатом после подобной операции. И Чарли надеется, что он когда-нибудь сможет победить Элджернона, потому что у Элджернона очень высокий уровень интеллекта для простого мыша. Чарли надеется, что он будет первым из миллионов, которым смогут помочь. Обретенный разум позволяет Чарли взглянуть на мир иначе, а главное – осознать искренность намерений близких его людей. Но принесет ли ему это счастье и получит он то, чего он хотел? А главное – помогут ли ученые сохранить столь быстро приобретенный разум? Страх того, что такой быстрый рост интеллекта обернется такой же быстрой деградацией, не покидает его. Мне сложно ответить однозначно, за что я люблю эту книгу. Эта история очень многослойная и отношение к ней такое же сложное. Для меня это история о мечте, о стремлении, несмотря ни на что, на любые преграды достигать своих целей. Это история об ответственности. Но самое ценное, что эта книга не пытается нас обмануть. Она рисует жизнь сложную, порой несправедливую на наш взгляд. Она заставляет задуматься о том, что если бы вся сила, вся мощь науки была направлена на человека, на его счастье и благополучие, насколько бы наш мир отличался бы от существующего. Я рекомендую эту книгу всем тем, кто бы хотел иначе взглянуть на этот мир глазами другого человека. Эта книга учит любви, но любви в широком смысле слова, любви к ближнему, ответственности за него. Книга учит тому, что человек, даже отличный от нас, имеет право на счастье, он имеет право на достойную жизнь. Чарли научил меня тому, что, имея немногое, нужно бороться за свою мечту, несмотря ни на что. Чарли лежит в постели, одеяло натянуто до подбородка. В комнате темно, если не считать узкой полоски света из-за приоткрытой двери, пронзающей тьму и соединяющей два мира. Он слушает, не понимая слов, но зная, откуда взялся этот металлический скрежет в голосах его родителей. Они говорят о нем. «Его необходимо отослать. Я больше не хочу видеть его рядом с Нормой. Позвони доктору Портману и скажи, что мы решили отдать его Ворон». «Но ты же знаешь, что Чарли не сделает ей ничего плохого, и в таком возрасте ей все равно. Появилась Норма, и ты решила, что Чарли тебе больше не нужен. Ты думаешь, мне легко?» «Все твердили мне, что его нужно убрать. Те, кто говорил это, оказались правы. Уберем его. Может быть, там, рядом с такими же, как он, у него начнется другая жизнь. Я больше не знаю, что правильно, а что нет. Но я не намерена приносить ему в жертву свою дочь». И хотя Чарли не понимает, что происходит, ему страшно. Он лежит с открытыми глазами, стараясь пробить окружающую его тьму. Я вижу его. Он боится как-то не по-настоящему. Он просто отпрянул назад, как птица или белка при резком движении, кормящей их руки. Мне хочется утешить притаившегося под одеялом Чарли. Сказать ему, что он не сделал ничего плохого. Что не в его силах заставить маму снова полюбить его. Тогда Чарли не понимал, что происходит. Но теперь, как мне больно. Если было бы можно вернуться в прошлое, я бы заставил ее понять, как мне было больно. Роман «Цветы для Элджернона». Автор Дэниел Кис. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова